Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня мы будем тестировать новые профи губки от Фаберлик Варежку, диск, губку. Итак, поехали! Первое, будем тестировать варежку. У девчонок в Телеграм спрашивала, на чем потестировать, на чем было бы интересно. Плитку и швы между плитками многие предложили, но у меня плитка ванной старая пока, но чистая, зараза. И я не знаю, чем они делали швы, тут тоже чистить нечего, она у них без швов практически. Сейчас что-нибудь найдем, потестируем. В общем, артикул у нас с вами, где он? 910487. Варежка огромная, варежка прикольная, еще разделена по два пальца здесь вот. Прошита она вот так. Надеваем. Так, мы будем ее смачивать или нет? У нас есть инструкция по применению? Сейчас я на сайт загляну. Ну, не сухой, конечно, тереть, я думаю. Так, написано, перед применением намочить, тереть без сильного нажима, кругообразными движениями. Что сейчас и будем с вами делать. Включаю водичку. Мочу варежку. Ой, она и внутри мокрая. Вот хорошо бы, если бы такая варежка была, чтобы руки не намокали. Потому что, допустим, если кто со средством хочет, да. Так, девчонки, я не знаю, видно вам или не видно, но должно быть видно. Видите, вот здесь налет есть. У меня на дне ванны, видите? Вот они, пятна. Сейчас посмотрим. Вот, такой желтенький. Сейчас попробую стабилизацию отключить и показать. Смотрите, вот так кажется получше, да? Вот он, налет. Нашла под ковриком для ванны. Хоть его нашла, потому что в целом ванну недавно чистила, но вот тут под ковриком скапливается налет. А еще у меня ванна, она шероховатая, потому что мы когда сюда переехали, купили квартиру, она была с налетом, и я его очистила. Но, конечно, повредило покрытие. Вот. И поэтому, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии, все равно приходится, вот даже средство Фаберлик, оно покрытие повреждает. Но я еще до этого солитой, когда вот возле слива чистила, вы помните эту попею, да? Все-таки солита оказалась мощнее всего. Вот так вот тут у меня, я не знаю, что вот это вам видно, вот эта полоска, я не пойму, что это, она ничем не очищается такая. Я ее буду покрывать в будущем. Как, пока не знаю, но обязательно буду, чтобы шероховатости этой не было. Так, а сейчас давайте пробовать без всяких средств, просто варежка. Очень, конечно, неудобно, что руки мокрые, как-то некомфортно так вот эту полоску. Да ладно. Диета, девчонки. Вторая. Вау. Слушайте, круто. Так, вот этот налет желтый, где он? Чтобы вам хорошо было видно. Где ты, зараза? Вот оно. Нет у меня прям таких сильных загрязнений, чтобы прям было очень хорошо на камеру видно. Слушайте, ну убирает все. Я вообще в шоке, потому что из-за этих широковатостей редко какое средство справлялось. Поэтому я такой достаточно агрессивный фаберлик использую, да, для ванной. Слушайте, как круто. Убирай. Ну вообще. Все, сейчас я с этой перчаткой-то разойдусь. Так, я еще сейчас тут найду где-нибудь, показать вам. Вот тут. Видите? Ничего в ней не видите. Сама с собой тут разговариваю. Все. Так, возле слива. Вот тут уже начал образовываться налет такой, видите? Его видно, вот полосочка. Ну-ка. Желтизна вся убралась. Представляете? Ну вообще. Мне кажется, еще достаточно удобно будет пройтись по подоконникам перчаткой. Я сейчас, кстати, попробовала плитку. Вошла во вкус, как говорится. И удобно. То есть мне нечего вам там было показывать, но это удобно. Тут у меня какой-то развод. Ну вот по подоконникам пройтись, по беленьким, да? На кухне я вот так раз. Вот тут какое-то у меня загрязнение. Раз. Хоп. Да, мне кажется, не, ну окна неудобно мать. Окна надо лазить. Вот тут чем-то заляпали. Ну это удобно. Удобный формат на самом деле. Вот прям удобный. Хоп и чистенько. И фокус пропал. Вот еще панели возле полотенца, видимо, заляпываются грязные. Я взяла диск. Кстати, когда вот она сухая, она не такая жесткая ткань. А когда она мочишь, она прям жесткая. Видите, тут такое потемнение. Ну панели вообще мыть, она удовольствие. Все, убралось. Вот даже видно, видите, желтенькая на губочке. Очень быстро. Слушайте, ну так без средств поддерживать дом в чистоте. Сейчас я еще чего-нибудь найду. Да, у нас, конечно, будет. Я ее вчера специально целый день не мыла. Так, профи губка. А нам надо профи диск пока. Губку я хочу попробовать на посуде. Так, 910, 485. Но перед плитой, знаете, что хочу? У меня тут стекло над плитой. Не знаю, видно вам или нет, но, естественно, на него попадает как бы жир. Вот это, кстати, под плитой. Надо откручивать, мы тебе там. Где же вам показать? Ну вот, вот эти капельки. Вот это не вода. Ух ты. Слушайте. Нет, ну вот тут вот. А, нет, отмывается, конечно. Если потереть, все отмывается. Классно. По типу меланиновой губки только не стирается. То есть эффект. Вот, видите. Вот это все, это жир получается прозрачный. Так. Вот так. Не каждое пятнышко отходит сразу, но если вы так усилие приложить, слушайте, все отходит. Так, давайте теперь плиту. Вот как она у меня выглядит. Вот тут такое там пятнышко есть. Давайте смотреть. Чистить. Как у нас с плитой будет дело обстоять. Но диском вообще удобно. Вот сама форма по себе. Задумка удобная. Пятно это удалилось. Вот тут много, опять у меня сейчас вытащу. О, видите, что творится. А я говорю, чистить нечего. Кто ищет, тот всегда найдет. Так. Ну вот тут прям пригоревший. Я даже не знаю, без средства, мне кажется, нет. Ну сейчас посмотрим. Я прям так сильно тру. Хочу смочить еще. Продолжение банкета. Так. Ну потихонечку все все равно отходит. Смотрите. Это прикольно. Для поддержания чистоты без средств вполне достаточно. Для того, чтобы какие-то там уже застарелые, пригоревшие. Но тут можно со средством. Я уверена, все идет на ура. Ну и то, чтобы не тереть со средством, можно и без. Вот видите. Вполне себе справиться. Только тереть долго. А если со средством, мы с этой губкой, мне кажется, вообще очень-очень... Да, и Кристюша уже варежкой там ходит в зале, что-то моет. Если без средства, то просто повозиться подольше приходится. Не всегда на это время есть, скажем так, да? Так. Ну, все потихонечку отходит. Слушайте. Такую дать тебе? Сейчас давай плиту уже дотру, и тебе промою ее, и дам такой. Ей диск хочется. Так. Ну, как бы все хорошо. Все отличненько. Все сверкает. Сейчас, сейчас дам, дам. Сейчас я ее промою, чистенькую тебе дам. Не нервничай, пожалуйста. Холодильник будешь мыть? Ладно. Ну, в общем-то, все вырегут, девочки. Супер. Сейчас будем губку пробовать. Теперь у нас губка вот эта. Я ее все порывалась для мытья посуды положить. Нож дала вас. Без вас никуда. Так, профи губка. Чисто, да, умница. 910 468. У меня есть что помыть. Вот здесь вот кастрюля стоит как раз. Я без средства прям хочу, но налет, в принципе, здесь тоже есть. Можно сейчас ей же прям протереть, посмотрим. Раковину протереть. Ну, то есть кастрюли, чтобы показать. Вот, смотрите, как все дело выглядит. Сейчас одной рукой, мне кажется, девочки, делать это неудобно. Вот, ей-богу. Я потом раковину почищу сейчас с ней тоже, кастрюлю, и вам покажу. Ну, в принципе, вот я даже без нажима. Она все удаляет. Она все удаляет. Вот, ну, это легкие загрязнения, это новая кастрюля здесь, как бы, ну, и очищать нечего. Я сейчас все помою без средства для мытья посуды и раковину в том числе, и вам потом покажу. Слушайте, ну, все, помыла, протерла потом тряпочка из микрофибры, потому что этой тряпкой до состояния без разводов все равно не получится. Она за собой капли оставляет. Это как бы однозначно, но она на это и не рассчитана. Краник такой вот хорошенький, блестященький. Там вот тут налет не отмывает, но там он у меня жесткий, всегда скапливается. Я потерла, нет, без средства не справляется. Вообще мне неудобен формат губки, она для меня какая-то огромная. Вот я даже, если и посуду мыть, я бы, ну, диск взяла. То есть то, что я буду повторять губку, это прям навряд ли, навряд ли. А вот такой диск я бы еще с удовольствием в запас парочку положила. Вот таких дисков, потому что они достаточно удобные. Так, ставлю все на место. Помыла бутылку Крестюшкину без средства. Как бы все отлично помыла, сполоснула. Все. Фокус, ты куда все надеваешься-то вообще? Все отлично, все чисто. Вот даже соску все промыла, кружку, ну, это все понятно. Вот. И кастрюлю тоже, девчонки, ну, вот таких, без таких сильных загрязнений, без средства поддерживать в чистоте свой дом и посуду вполне себе реально. То есть вообще без средств. Очень интересно. Еще, чтобы очистить чайник, смотрите, тут и сверху есть налет такой вот. И внутри он почему-то образовался. Хотя мы берем воду, никогда не бывает налета от этой воды. А тут, ну, может, может залилась под краном воду, не знаю. В общем, видите, его видно. Этот налет, он вот такой вот белесый. Я сейчас пройдусь диском по всему чайнику, тоже без средства. Ну, и вот так выглядит чайник. После двух минут чистки диском без особых усилий, смотрите. Просто вот прошлась как следует везде и все. Ну, прелестно, девочки. Слушайте, мне безумно нравится это только формат уборки. Здесь, видите, налет весь ушел. Остались вот такие небольшие вкрапления. Но это без каких-либо средств. Без чего бы то ни было. Слушайте, ну, прелесть же. Вообще классно. Вот для кранчиков вообще супер. Вам камера не передают, а я сейчас что-то так и посмотрела, как он сверкает. А я просто так вот прошлась прям маленечко и все. Еще просили шкафы, в том числе и верхушки. Их, ну, девчонки, я недавно тоже, буквально вот две недели назад, их мыла от жирных пятен меланиновыми губками. Я сейчас, конечно, постараюсь что-нибудь найти. Я не знаю, что вот это, это клей, мне кажется. Вот одно пятнышко жирное есть. Я все шкафы промывала меланиновыми губками. Они у меня практически в идеальном состоянии. Слушайте, убирает, убирает легко. Очень легко. Мне кажется, даже полегче меланиновых губок убирает. Так, тут на этой стороне. Я все мыла недавно, даже нечего вам показать, девчонки. Но вот это пятнышко было так. Я где-то еще сейчас видела. Вот, вот тут вверху видела. Вот, смотрите. Вот они, видите? Диск самый удобный формат. Но вот для ванны, для кафеля я рекомендую приобрести варежку. Потому что убирает, все убирает. Видите? Все чистенько. Фокус. Классно. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка для регистрации Фаберли, как всегда, под видео в инвоксе. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok